Русская зима В прыжках в шестом победу одержал опытный и уверенный Бьерн Отто из Германии. В беге на 60 метров победила украинка Олеся Повх и американец Джош Норман. В беге на 60 метров с барьерами Лола Джонс, также из США. Однако русская зима, как известно, не раз останавливала иностранных завоевателей. Вот и на этот раз российские спортсмены оказались победителями сразу в нескольких дисциплинах. Андрей Сильнов стал победителем в прыжках в высоту. Валерий Борчин оказался сильнейшим в ходьбе на 5000 метров. В прыжках в длину лучший результат показал Александр Меньков. В беге на 60 метров с барьерами быстрее всех был Константин Шабанов, а в беге на 400 метров у женщин Татьяна Фирова. Чуть меньше повезло бегуну Юрию Барзаковскому. Борьба получилась невероятно напряженной. Зрители буквально вскакивали с мест, но Юрий не победил. Он занял лишь почетное второе место. В забеге на 600 метров олимпийский чемпион, к сожалению, был вынужден уступить первое место поляку Адаму Кшоту. Местным, конечно, я недоволен. Можно было выигрывать эти соревнования. К сожалению, за 200 метров до финиша произошло небольшое столкновение. Я сбылся с ритма и не успел догнать Адама. Но я думаю, что можно с ним бороться в последующий старт. Барзаковский не выиграл, а вот Клишина выиграла. Дарья вновь стала победительницей русской зимы в своей дисциплине. Без вариантов наша спортсменка оказалась сильнейшей в прыжках в длину. Я люблю выступать на русской зиме. Я прыгаю дома, в своем манеже, в родном. Здесь всегда очень теплая публика. Сюда всегда приезжают мои родные на этот старт. То есть и родители сегодня тоже присутствовали на трибунах. Это непосредственно самая теплая для меня поддержка. И я всегда себя чувствую спокойно. Здесь все люди, в принципе, желают мне добра и болеют за меня. Поэтому мне достаточно легко прыгать в свою манежу. Как известно, русская зима – важнейший старт, особенно в Олимпийский сезон. Именно Игр в Лондоне мы будем ждать с особым нетерпением. И, конечно, надеждой на наших легкоатлетов. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова